Шановные глядачи, с вами Лидия Гужва. Я нахожусь в Керчи. Я перехожу на русский язык, потому что я знаю, что нас смотрят в России и во всем мире. Я хочу, чтобы было понятно, что у нас здесь происходит. Я сейчас нахожусь в Керчи возле части по Гангос. Нам удалось попросить комментарий у официальных лиц. Сейчас вы узнаете из первых рук, что происходит в Керчи на пограничных войсках Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Помощник командира Керченского отряда, начальник прислужбы, капитан 3-го ранга, сам служа Сергея. Сергей, скажите, пожалуйста, какая ситуация на данный момент в Керченских пограничных войсках с такими захватами российскими военными силами? На данный момент в Керченском отряде морской охраны находятся вооруженные люди, которые идентифицируют себя как самооборона Крыма, которые помогают, с их слов, нести нам службу и охранять Керченский отряд морской охраны от возможных, как они говорят, провокаций со стороны местного населения, от возможного мародерства и от возможных радикально настроенных элементов. Вот это самооборона Крыма. У нее есть какие-то еще признаки, кроме того, что она так себя называет? Признаков никаких нет. Они находятся в черной форме, с оружием, никаких шевронов. Идентифицировать их принадлежности к каким-либо родам войск или к какой-то армии мы не можем. А скажите, пожалуйста, в каких конкретных частях они сейчас находятся? Ну, насчет частей я не знаю. Я могу сказать только, что они находятся в нашей части. То есть они находятся сейчас за этим забором? Они находятся сейчас за этим забором. То есть это, ну, как бы, мы знаем, что некоторые части, они взяты в, как это называется, в осаду русскими войсками, но это не те же самые? Ну, я насчет других частей еще раз повторюсь. Не могу говорить. Я говорю за Керченский отряд морской охраны. Ага. А скажите, а личный состав Керченского отряда морской охраны где сейчас находится? Личный состав Керченского отряда морской охраны несет службу в повседневном режиме. Корабли, катера, полностью весь плавающий состав отряда находится в море и несет службу. Здесь находятся штабные офицеры, тыловые офицеры и, значит, те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность отряда. Служба идет, значит, в нормальном русле. Нет никаких препятствий к передвижению через КПП. То есть вход-выход свободный, естественно, как бы по пропускам для тех военнослужащих и служащих, которые находятся в части. Значит, каких-либо физических или психологических воздействий мы от этих людей не ощущаем. Единственное, что, понятно, неприятное нахождение людей, которые себя идентифицируют, как-то непонятно в части. Ну а как им вообще удалось сюда попасть, несмотря на КП, забор, пропускную систему? Со 2 на 3 марта около 12 часов ночи к вот этим воротам, которые вы видите, подъехали несколько микроавтобусов, значит, типа ГЗЛ. В них находились вооруженные люди. Вот, значит, эти люди, которые находятся сейчас за воротами. Значит, они попытались сходу проникнуть в часть, но так как, значит, мы были готовы к провокатам возможным, значит, офицеры части находились за воротами КПП. Вот, за вот этими воротами, значит, мы их остановили на КПП, то есть часть сходу взять им не удалось. Значит, после этого они своего переговорщика выдвинули и, значит, начались переговоры с командованием части. Значит, переговоры продолжались где-то около часа, после того, как, значит, они не привели ни к чему, вот, начался захват. Вот, то есть, значит, вооруженные люди проникли через КПП и через забор отряда, открыли ворота и завели свои машины в часть. Значит, ну, после этого, как бы, опять же, с офицерами был выставлен периметр, значит, офицеры в это время находились без оружия. Почему? Потому что командование части приняло решение все личное оружие офицеров сдать и закрыть в вооружейку в избежание, значит, применение этого оружия, в избежание кровопролития. Вот так они проникли на территорию части. На данный момент, значит, еще раз повторюсь, часть находится в своем обычном режиме, то есть мы подчиняемся Государственной пограничной службе Украины, носим шевроны, знаки различия, погоны Государственной пограничной службы Украины, выполняем приказы Государственной пограничной службы Украины, значит, действуем согласно законам Украины, придерживаемся и служим согласно распорядку внутреннего, который установлен в части, проводим построение утреннее. На утреннем построении, на корабле, который остался, Буковина, поднимаем клах морской охраны, значительно пограничной службы Украины. Оружие, которое находится в части, находится под нашим контролем. А скажите, пожалуйста, корабль, Буковина, он тоже под контролем этих самообороновцев? Нет, нет. Значит, туда они не имеют доступа, сейчас они находятся в определенном месте, где им было, так сказать, выделено место, раз они находятся в части, и они находятся в этом месте. А скажите, пожалуйста, хотя бы по акценту, по разговору этих людей, можно? Они говорят на русском языке. Они говорят на русском языке, на русском, так? Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть, как вы расцениваете этот факт, что это все ваше оружие было вашим командованием закрыто, а они... Я расцениваю этот факт, что командованием было принято мудрое решение, значит, что во время захвата офицеры наши были без оружия. Почему? Потому что, значит, никто не хотел допустить никаких провокаций и, самое главное, не допустить применения оружия. Почему? Потому что кроме офицеров в части находились еще на тот момент контрактники молодые и, ну, как бы, сами офицеры, естественно. А скажите, пожалуйста, как долго вообще продлится эта ситуация? Это обозримо сейчас, на данный момент? Ну, на данный момент на все вопросы, которые мы им задаем, они отвечают, что они ждут приказа. А откуда этот приказ должен прийти? Откуда этот приказ они не говорят. То есть это самооборона Крыма в черной одежде? А вы можете идентифицировать тип оружия, которым они владеют? Ну, у некоторых есть тяжелое вооружение, это пулеметы, у некоторых есть, значит, автоматы, ну, видно кого-то нового образца. То есть пулеметы, автоматы нового образца, каски, черная форма? Нет, касок нет, они находятся в черной форме, закрывают лица, значит, шапками с прорезями, касок я не заметил. Я в шоке. То есть, я, честно говоря, совершенно этого не ожидала. Я хочу сказать о том, что, значит, еще раз повторюсь, что мы выполняем приказы государственной пограничной службы, поднимаем и служим под флагом морской охраны государственной пограничной службы Украины и речи о какой-либо сдаче или переходе, значит, на сторону каких-то, там, других войск или на сторону правительства Крыма речи не идет. Моральный дух офицеров, мечманов, контрактников, высокий, боевой, никто не собирается поддаваться на провокации и, грубо говоря, сдаваться. Ну, а хорошо, а как вы собираетесь обороняться? Гулыми руками? Обороняться от кого? Ну, от этой вот самообороны. Если вы говорите, мы не собираемся сдаваться. Сейчас, на данный момент, на данный момент принято решение, что во избежание, так сказать, возможного обострения, они находятся на территории части. Силовым методом принято решение их сейчас не выдворять. А скажите, пожалуйста, вот эти вот люди в черном, они готовы с кем-то разговаривать, кроме как с вами, с руководством захваченной частью. Ну, я думаю, что вряд ли, хотя вы можете у них спросить сами. Я думаю, что к вам вряд ли что-то выйдет. А как я могла бы у них это спросить? Может, я могла бы сейчас, я не знаю, может, с вами зайти и спросить у них это? Нет. Ну, просто... Если вы хотите, я могу спросить, я вам даю гарантию 100%, что они разговаривать не будут. Почему? Потому что вы не первые, которые пытаетесь взять и интервью, и что самое. Вновь захваток, вот там, напротив центра, стояли журналисты, которых я вызывал. Ну, вот видите, там, где магазинный... Ну, да, да. И это самое, когда здесь выставили они периметр, почему, потому что сразу не могли попасть в части, они отгоняли журналистов, причем довольно-таки жестко. Ну, а были выстрелы вообще? Выстрелов не было. Я там еще раз попался. Я хорошо. Это что такое жестко? Ну, жестко, это значит, отталкивая, отпихивая. То есть, руками и ногами выбавляют? Нет. Ну, за счет ног я не видел, руками, да. Руками, да. То есть, и какая-то... Вы можете еще сказать о каких-то других частях? Кроме вашей, есть еще такое положение в какой-то другой части? Ну, естественно, что мы смотрим новости, и, как бы, из новостей я узнал, что, значит, такое же самое положение и в Севастопольском отряде морской охраны, и в Азово-Черноморском региональном бролине, который дислоцируется в Сент-Перополе, и в Сент-Перопольском пограничном отряде. Но, опять же, насколько я знаю, что ни одна из пограничных частей не приняло присягу, или, там, не говорится о переходе на чью-то другую сторону. Мы все служим Украине. Хорошо. То есть, вы сейчас береговые корабли... О, господи, береговые. Значит, корабли, они несут свое патрулирование и так далее, правильно? Да. Весь плавающий состав, корабельно-катерный состав, находится в море на службу. Хорошо. А какое-либо вообще препятствие внесению службы вот эти вот самообороновцы, они представляют или они просто существуют? Нет. Они просто существуют и, в принципе, значит, у нас работают все подразделения, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности части. Все отделы. То есть, и финансовая служба, и кадры, и отделы пограничной службы. То есть, все подразделения. В работу подразделений они не суются. Значит, у них определенное место, где они находятся, питаются, и спят они, значит, в своих машинах. Вот. Единственное, что мы обеспечили им санитарные условия для справления естественных нужд, для того, чтобы они не справляли их на территории части. А, то есть, они привезли с собой еще и еду, я так понимаю? Еда своя, да. Еда, вода и что-то нет. А к ним кто-то приходит? Мы ограничили контакты наших военнослужащих, если доме не бумага. Ага. А кто-то к ним приходит еще в то время, когда они там внутри находятся? Или они там одиноко сидят? Они сидят одиноко сами. А сами они выходят на улицу? Нет, не выходят. Вот они просто сидят. Вы знаете, посчитать их, честно говоря, как бы не брались. Почему? Потому что, значит, автобусы с затемненными стеклами. И точно сказать, сколько их находится на территории части я не могу. Было сколько автобусов? Значит, на момент захвата было четыре автобуса. На данный момент их осталось два. Они уехали? Они выехали, да. Часть выехала. То есть непонятное количество? Сегодня приезжал еще, значит, КамАЗ, но с открытыми стеклами. Но на данный момент его часть нет, он выехал. Это два автобуса Икаруса или Бориса? Нет, автобусы типа Газель. Типа Газель, я поняла. Хорошо, а скажите, пожалуйста, какие планы вообще командования следит с этой ситуацией? Командование, естественно, что доложило об этой ситуации наверх по команде и ждет дальнейших распоряжений. А Киев вообще реагирует? Когда поступят дальнейшие распоряжения, вот нашего вышестоящего командователя, тогда командование будет ставить какие-то задачи подразделением и принимать какие-то меры. На данный момент ситуация такая. А Киев вообще реагирует как-то на эту ситуацию? Ну, я об этом как бы сказать не могу. Киев, естественно, реагирует. Командир, естественно, получает оттуда какие-то команды и распоряжения. Я поняла, я просто слышала не один раз мнение такое, что Киев предал нас, по крайней мере простые кримчане, они ставят это Киеву в претензию, говорят, вот материковая Украина, она предала нас, нас там, их кримчан. Ну, мы не можем так сказать, что наше командование нас предало. Почему? Потому что все службы, я опять повторюсь, работают в полном режиме, то есть мы получаем и финансовое обеспечение Киева, платит нам пока государственная пограничная служба Украины, я надеюсь, что так и будет и дальше. И все остальные связь нам обеспечивает государственная пограничная служба Украины, поэтому я не считаю, что наше командование нас бросило. Об этом говорить нельзя. Я поняла. Насчет ваших вопросов еще, которые вы мне задавали, значит, в части достаточно продовольствия, достаточно обеспечения для того, чтобы нам не требовать помощи от местного населения или от города на данный момент. Все люди, которые находятся в части, дежурно-вахтенная служба, те, которым положено питаться в части, они нормально питаются, трехразово, довольно вкусно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. В связи с вот этой вот создавшейся ситуацией, вам не кажется, что вот это вот положение создавшееся и в частях вот с оккупацией вот этими русскими броневиками, других частей и так далее, это все несколько для чести и достоинства наших украинских войск, это все несколько неприятно? Ситуация сама по себе неприятная, но, опять же, я хочу сказать, что я представляю Кеченский отряд морской охраны и могу говорить только за Кеченский отряд морской охраны. Броневиков в части у нас нет, и поэтому, как бы, делать какие-либо выводы, я не готов. Ну, вот мы были в некоторых военных частях, нам говорят, я спрашиваю, на вас это не злит? И они говорят, да, вообще-то злит и очень. И армия нуждается в реорганизации, и в новой, там, прекрасной, лучшей Украине, которая, надеюсь, у нас скоро будет. Все должно быть по-другому. Я тоже очень надеюсь, что, значит, украинское правительство какую-то программу реорганизации армии примет, и мы будем получать новую хорошую технику. Ну, а новая хорошая техника, ну, я, честно говоря, вот я как человек, как журналист, я шокирована, что такое вообще может произойти. И вам не кажется, что все должно так случиться в армии капитально, чтобы такие вещи не могли случиться никогда, ни в коем случае? Вы знаете, комментировать это я не могу, почему? Потому что это вопрос не моей компетенции на данный момент. Хорошо, спасибо. Я... Хорошо, еще такой вопрос. Вот, например, в Швейцарии, мы знаем, что там все, как бы, население мужское призывного возраста имеет дома оружие. Как вы считаете, украинское население готово к такому виду несения отслужбы? Я думаю, что нет. А почему? Ну, должна быть культура обращения с оружием. Понимаете? Для того, чтобы человек понимал, что находится в его руках и как его надо исполнивать. Почему? Потому что если ты имеешь оружие, если ты его вытащил, то надо стрелять. И я думаю, что на данный момент, мне не хочется никого не обижать, но я думаю, что на данный момент мирному населению Украины оружие в домах не надо. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот у мирного населения Украины есть вообще шанс когда-то в теоретическом будущем дорасти до того, чтобы иметь все-таки возможность и способность обращаться с оружием? Все зависит от мирного населения Украины. А что? Я понимаю, что это ваше личное мнение, но тем не менее, что вот нужно делать людям для того, чтобы когда-нибудь дорасти до этого уровня? Ну, я думаю, что должна быть какая-то более, наверное, высокая культура и более высокая мера ответственности. Люди не должны по любому поводу хвататься за это оружие, не должны надеяться на это оружие. Всегда все можно решить переговорами. В любом случае. Я думаю, что легче договориться с такими-то людьми, нежели вытаскивать огнестрельное или холодное оружие. Поэтому, еще раз повторюсь, я считаю, что мирному населению оружие не надо. Хорошо, я поняла. Я вот была в одной военной части, и там я спросила, каким образом население может дорасти до этого уровня, а мне сказали, люди должны больше читать книг. А как Вы считаете, поможет людям больше читать книг? Ну, если люди будут больше читать художественную литературу, они просто станут умнее, образованнее. Но я думаю, что культура обращения с оружием, она не от этого зависит. Она зависит чисто от технологического настроя каждого человека, Вы понимаете? То есть, один человек знает о том, что у него в руках находится или в сейфе, или еще где-либо дома, а другой человек думает, что это просто большая игрушка, которую можно вытащить и как-то воспользоваться. И посмотреть просто, а что будет? Вот и все. Я считаю, что оружие должны использовать только те люди, которые профессионально подготовлены к этому, профессионально и психологически подготовлены к этому. И наши военные, я думаю, что подготовлены к действиям с оружием. Хорошо. Спасибо большое за Ваш комментарий. Мы даем это в онлайн для наших зрителей. И я просто считаю, что люди должны знать, что сейчас происходит. Спасибо. Спасибо. Это была Лидия Гужва из Керчи для Спильна ТВ. Смотрите нас, думайте и действуйте.